В Северной Корее прошли масштабные артиллерийские учения. Об этом сообщают южнокорейские СМИ. Сеул опасался, что Пхеньян в честь 85-летия со дня основания народной армии КНДР проведет ракетные испытания. Как на очередную провокацию северокорейцев отреагировали в США и не только? Подробнее мои коллеги. Уничтожить США, нанести превентивный удар по Австралии и потопить американский авианосец Карлс Винсон. Это далеко не полный перечень угроз Пхеньяна. В 85-й годовщине со дня основания народной армии телевидение Северной Кореи еще раз напомнило о своих воинственных планах. Теперь, когда Соединенные Штаты замахнулись мечом, чтобы убить нас, мы получим свое оружие правосудия. Будем бороться до конца и в конце уничтожим империалистов США. Наше ядерное оружие поможет нам в этом. Соседний Сеул готовился к худшему сценарию. Предполагали, что Пхеньян вновь испытает свои баллистические ракеты. Южная Корея привела свои войска в состояние полной боевой готовности. Мы не исключаем, что провокации со стороны КНДР еще будут. Именно поэтому следим и держим наши вооруженные силы на готове. Тем временем Дональда Трампа новости с корейского полуострова разозлили не на шутку. Американский президент заявил, пора наконец решить проблему КНДР. И созвал на завтра экстерное совещание с Сенатом. А на встрече с представителями Совбезобезопасности ООН разразился критикой в адрес организации. Дискать дипломаты не способны успокоить Пхеньян и защитить мир от ядерной угрозы. И потребовал от ООН подготовить новый пакет санкций против КНДР. Сохранять статус-кво в отношении Северной Кореи недопустимо. Совбез должен быть готов к внедрению новых санкций. Ограничения против ядерной программы КНДР и ее баллистических ракет должны быть еще строже. Пока ООН раздумывает, США перебросили к корейскому полуострову боевую подводную лодку «Мичиган». Она вооружена ядерными крылатыми ракетами. Официальная причина – совместные военные учения с ВМС Южной Кореи. Мы предостерегаем Северную Корею от дальнейшей агрессии. Если, несмотря на наши предупреждения, провокации таки будут, мы дадим ответ. И поверьте, таких ударов Северная Корея не выдержит. Урегулирование конфликта пытается привлечь Китай и Россию. И если Пекин пока сопротивляется, Москва идет на отдельные уступки. Что касается России, у нас был разговор. Они готовы открыть морской путь, соединяющий Владивосток и северокорейский город Росон. Это поможет справиться с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи. В пятницу состоится заседание Совбеза ООН. Северокорейскую угрозу обсудят министры иностранных дел 15 стран-членов организации. Елена Абрамович, Дмитрий Евчин. Подробности. Телеканал Интер.